Здравствуйте, это компания Viva Telecom и мы сегодня представим вам автомобильную антенну на магните производства компании Diamond. Называется она MC-201. Чем эта антенна интересна? Это бюджетная антенна, но производится она в настоящий момент в Японии и по цене в принципе близка с различными китайскими антеннами, поэтому мы взяли ее на обзор, посмотреть. Работает она в диапазоне от 340 до 520 МГц. Длина штыря у нее соответственно от... Ну, антенна в сборе от 23 см до 16 см в зависимости от частоты. По поводу комплектации, то есть идет сама антенна, идет магнитное основание, штырь, шестигранник для установки или для изъятия штыря из своего держателя, ну или в верхней части основания. Кабель идет в комплекте 4 метра, заканчивается он разъемом UHF вилка, как обычно. Также идет в комплекте карта обрезки для настройки точной на частоту. То есть вот график, по нему можно отрезать, если вы не имеете в наличии прибора для настройки. По конструкции, то есть магнитик у нас по диаметру, давайте я сразу его замерю. 65 миллиметров у него диаметр. Далее наклеена на магнит токопроводящая пленка, но колпачка резинового нет. То есть имейте это в виду для защиты лакокрасочного покрытия. Либо какую-то пленку можете поставить, либо резиновую прокладку, но в комплекте она и не идет. Крепление штыря осуществляется через болтовое соединение. Вот такое. Ну то есть это нестандартное соединение, именно предназначенное для этого штыря. То есть какой-то другой штырь с основанием PL, например, вы поставить не сможете. То есть накручивается, под частоту обрезается, соответственно ослабляете шестигранником вот этот болт, вытаскиваете штырь, обрезаете штырь, настраиваете точно на частоту. Так, марка кабеля здесь идет RG58CU, то есть должен быть многожильный медный проводник в центре и многожильная медная оплетка. Сейчас проверим еще графики КСВ данной антенны, естественно. Так, построили мы график КСВ. Так как антенна изначально работает в 340 МГц, настроен штырь, ну в смысле длина штыря его соответствует данной частоте, соответственно минимум КСВ у нас как раз в начале диапазона. То есть у нас центральная частота 430 МГц плюс-минус 90 МГц. То есть как раз получается 340 МГц, 520 МГц. Вот такой вот график. На минимальном значении КСВ у нас частота, ну да, вот где-то 344-342 МГц. И здесь у нас КСВ равен 1,13. Соответственно, отлично антенна настроена. Для магнитной антенны она работает замечательно. Никаких претензий нет. Соответственно, если вы хотите этот резонанс переместить, ну или значение минимального КСВ выше по частоте, соответственно, ну либо с прибором, либо с картой обрезки. Обрезайте штырь, и у вас минимальный КСВ будет переходить выше по частоте. Ну то есть у нас претензий к антенне никаких нет, кроме того, что не защищен магнит резиновым колпаком. Только это может быть проблемой, то есть может царапать данная антенна лакокрасочное покрытие. Хотя она, конечно, не тяжелая. Диаметра магнита, кстати, в 65 мм вполне хватит. То есть ветровая нагрузка тут вообще незначительная. Штырь тонкий, и его длина тоже небольшая. Длину кабеля мы перемерили. Да, она соответствует. То есть 4 метра RG58 идет на данном основании магнитном. Ну то есть на этом заканчиваем. В антенне ставим 4 с плюсом или 5 с минусом только за счет или только по причине того, что нет защитного колпачка на магните. В остальном все хорошо. Спасибо большое за внимание. Кому видео понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Это Viva Telecom. Всего вам доброго. До свидания. Продолжение следует...